В дни новогодних каникул родители и дети стараются с пользой для души и тела провести свободное время. В Екатеринбурге на территории храма великомоченника и целителя Пантелеймона прошла однодневная экспедиция «За други своя». Родители и ребят ждала развернутая программа на самый разный вкус. Программа «За други своя» была создана в этом году, а ее целью является духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков. Летом она обычно проходит как загородная экспедиция. Еще одно направление этой программы – однодневные мероприятия. Игры организуются в детских образовательных учреждениях и на приходах. В дополнение к нашим замечательным занятиям, привычным в воскресной школе, эта команда людей могут стать очень добрыми помощниками, и наши дети будут дружить и общаться, и проводить полноценную жизнь в храме. И будут идти туда точно с радостью. Для ребят было организовано занятие «Игрушки нашего детства», где они мастерили игрушки и куклы своими руками, а также барабанный мастер-класс. На полчаса участники стали настоящим шумовым оркестром, постучав и погремев на настоящих ударных инструментах. Для родителей прошли встречи с Константином Карипановым и психологом Еленой Поповой, которые ответили на разнообразные вопросы. Очень важно, что и взрослые, и дети были на этом мероприятии вместе. Когда они в одном коллективе, в одной общности, с одними людьми общаются, конечно, это их объединяет, и это несомненно плюс. Просто надо вот именно, ну скажем, организационные разные вещи подшлифовать, содержание, узнать именно что реально нужнее людям. И мне кажется, по крайней мере в рамках города и приходов, которые около города, это вполне можно так в рамках воскресного мероприятия, организацию эту как-то экспортировать. Двухсторонняя какая-то связь с ребенком, то есть общение, чтобы именно два человека, и родители, и дети, чтобы они на одной волне жили, чтобы было понимание в себе. То, что я услышала, я думаю, мне поможет в общении с моими детьми, потому что как правильно общаться с подростками, чему их нужно научить, на что обращать внимание, вот этой информации, к сожалению, не так уж и много, поэтому сегодняшняя лекция мне была очень полезна. В новом современном спортивном зале, который совсем недавно открылся в школе при храме великомученика-целителя Пантелеймона, дети сдавали нормы ГТО. Ребятам рассказали, зачем это нужно, и каждый из них попробовал свои силы в чевночном беге, прыжках в длину, упражнениях на гибкость и на пресс. Каждый сделал на то, насколько он это мог сделать, ну и как бы дети посмотрели, сравнили с друг дружкой. Мы не награждали, мы не подводили никаких итогов, это просто было для того, чтобы они увидели все цифры, на что они сейчас готовы. И просто пожелали им в следующем году сдать, или через полгода сдать немножко получше. Но самое интересное ждало ребят на улице. Здесь прошли уроки выживания. Силами отцов Свято-Пантелеймоновского прихода было проведено занятие по разжиганию костра в экстремальных условиях. Ребята узнали, как выжить в лесу. У вас должны быть с собой спички, зажигалка или еще что-то, чтобы развести костер. У вас должна быть с собой сменная и запасная одежда. У вас должна быть хорошая обувь. Ну и у вас должна быть еда, если вы не хотите голодать. Проект «За други своя» православной службы милосердия набирает свои обороты. И родители, и дети находят в нем для себя много интересного и полезного. А самое главное, в формате однодневного мероприятия его могут организовать на своем приходе все желающие.